Онега На заветном острове, на высоком месте церковь эту выстроил мастер Нестор. Двадцати двуглавое он поставил чудо, и, видать, его дано всем и отовсюду. И когда последний купол мастер вынес в небо, он забросил свой топор в бурное Онега. И взлетели, как стрижи, огненные зори. Вот и все. Стоят кижи на Онежском море. Рукотворное чудо мастера Нестора давно и богато обросло легендами. Он действительно бросал свой топор, как и принято было среди мастеровых, но не в волны бурного озера. К чему бы мастеру топить своего кормильца? Опускал его по окрестным деревням с просьбой о подмоге. И на эту просьбу съезжались на кижи лучшие умельцы за Онежье. Артель собралась в двадцать два топора. Собор рубить в двадцать две головы, чтобы стоял он высокий красин. Двадцать две деревни было в кижском погосте. Так и набралось по плотнику с деревни. А чтобы в церковь народу поболее вмещалось, Задумал мастер вывести три восьмерика. Выше всех малый восьмерик. И сработали его мастера первой руки. Второй восьмерик, поболее, сработала средняя дружина. А тяжелый, огромный нижний сруб вывели остальные. Бревна не перепиливали, а перерубали. В такое бревно вода не идет. Оно от ударов топора с торца закупорено. А после пилы, как губка, воду тянет. За рог давали, топора в бревно не вбивать, Не ранить дерево, чтоб крепко стояло. На все четыре стороны прирубы вывели. Синогубский, Великогубский, Кургеницкий и Липовицкий. В память о мастеровых двадцать две главки поставили. Во славу трем дружинам плотницким, В которых по обычаю по семеро работников было. От двадцати двухглавая выше всех вознеслась, Чтобы помнили люди, кто строению главная голова, Мастер Нестор. Воплощением народного единения, мирской радости, надежды и силы Возвышается над островом архитектурной доминантой Спасо-Преображенский собор. Службы в нем проводились только по особо торжественным праздникам, Да и то лишь в течение короткого северного лета. Его храмовое значение сведено к минимуму, Зато необыкновенно высока его мирская, общественная роль, О чем свидетельствует и высокое крыльцо трибуны, И просторные трапезные деревянные лавки в церковном помещении. Роль духовного центра взяла на себя выросшая На полстолетия позже собора Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Ее место в числе лучших памятников Народного деревянного зодчества Русского Севера. Восьмерик на четверике, Связующий в единый комплекс церковное помещение, Алтарь, трапезную, сене и крыльцо. Темный силуэт восьмерика резко выделяется На фоне светлого северного неба. Его кряжистая мощь резко контрастирует С легкостью венчания, Отчего все девятиглавие кажется невесомым, Парящим в воздухе. Третье строение Кишского ансамбля «Колокольня» Было построено в 862 году. Каждый памятник отмечен печатью своей эпохи. Кишская колокольня несет в себе Как черты традиционно народной, Так и городской архитектуры XIX века. Свидетельство тому – Тесовая обшивка сруба, Полуциркульные окна, Высокие порталы на всех фасадах. Играет музыка Сегодня Кижи – один из первых в нашей стране музеев под открытым небом. Начало его формирования относится к концу 40-х, Началу 50-х годов. В 69-м году окончательно сформировался профиль музея. Кижи – государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник, Который должен отражать традиционную культуру различных народов и этнических групп, Населяющих территорию Карелии. Кижи – Карелия в миниатюре. На протяжении веков на территории Карелии Сосуществовали три народа – Карелы, Вепсы и Русские. Карелы подразделяются на северных и южных. Русское население Карелии включает три группы – Русские Зоонежья, Русские Пудожья и Русские Поморья. Каждая этническая группа обладает своей спецификой, Отличается своеобразием материальной и духовной культуры. Именно поэтому музей Кижи состоит из трех секторов – Русские Зоонежья, Русские Пудожья и Пряжинские Карелы. На самом острове и вокруг него сохранились старые исторически сложившиеся поселения. Многие из них также входят в экспозицию музея. Это деревни Ямка и Васильева, расположенные на самом острове, А также окрестные деревни Корба, Середка, Воробьи, Волкостров, Боярщина, Подельники. Общая площадь музея составляет 10 тысяч гектаров. В его хранилищах насчитывается около 40 тысяч экспонатов. В музее работают 80 постоянных и 100 сезонных сотрудников. В течение года музей посещает до 100 тысяч экскурсантов. Каждое строение заповедника, словно дорогая жемчужина, Вписано в оправу пейзажа. Облака плывут торжественно, По краям клубясь как пар. Но далеки от божественных Избы, мельница, амбар. Так они земны, что верится, Вот еще разок взгляну, Оживет под ветром мельница, Как в седую старину. Там монашкой церковь Лазаря Вышла к стогу наугад, Тихая, смиренно глазая, Как и шесть веков назад. Предание связывает возникновение этой церкви с деятельностью Новгородского миссионера Лазаря, Умершего 8 марта 1391 года в возрасте 105 лет. Лазарь был основателем одного из первых монастырей На территории Карелии Муромского монастыря, Возникшего в 14 веке. Миниатюрная церковь Лазаря, Самая древняя церковь из сохранившихся на русском севере, Стоящая рядом с громадой Кишского собора, Символизирует путь, который прошла Культовая архитектура от истоков До величественных творений деревянного зодчества 17-18 веков. Среди общественных построек, Возникающих по исключительно крестьянской инициативе И строящихся по ее вкусу и разумению, Особое место занимает часовня. Древние часовни рубились плотниками наподобие избы И по своему внешнему виду так близки к амбарам, Что только наличие на крыше креста Или маленькой главки с крестом Обличают их истинное назначение. Игорь Грабарь, отмечая неразрывность часовен С окружающим пейзажем, писал «Это сказочно прекрасная церковь грезы, Поднимающаяся то тут, то там, Среди густого елового леса, Такие же остроконечные, как ели, Такие же, как они, седые. Кижи окружены целым хороводом часовен. Это кольцо памятников называют кижским ожерельем. Часовня знамения Богоматери из деревни Корба, Часовня Михаила Архангела из Леликозера, Часовня Трехсвятителей из деревни Кавгора, Часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигова, Уникальные и прекраснейшие образцы древней архитектуры. На перекрестке двух дорог у въезда в деревню Вас встречает поклонный крест. Он доставлен сюда из деревни Чуйнаволок Пряжинского района. Традиционное место расположения креста Связано с представлением крестьян о том, Что перекрестки чтутся роковыми и нечистыми. Тут свершаются чары, заговоры, Хоронят самоубийцу или найденные трупы И ставят кресты, часовинки для охраны. На перекрестке черти яйца катают, В свайку играют. На перекрестке нечистый волен в душе человека. Чтобы сохранить эту красоту в добром здравии, Поколение ученых и работников музеев Проводят колоссальную работу По реставрации памятников старины. Сегодня музей Кижи располагает 80 памятниками деревянного зодчества. В это число входят как небольшие объекты, Так и крупные памятники. Реставрацию главного памятника Кижского ансамбля Преображенской церкви Намечено завершить за 8 лет к 300-летию храма. В советское время музей заключал договоры Со специализированными организациями. Позже эти организации распались, И музей вынужден был искать выход из положения, Организовав свою собственную структуру Плотницкий центр. В среднем в течение года этот центр Реставрирует от 10 до 20 памятников Различных по степени тяжести. В старину остров Кижи был густо заселен. На отрезке земли длиною в 7 и шириною в полтора километра В 16 веке располагалось 14 деревень. До нашего времени дошли всего две старинные кижские деревни Ямка и Васильевы. От Кижского ансамбля к старинным деревням Ведет по самому гребню острова проселочная дорога. Деревни Ямка относятся к очень распространенному в Зоонежье Прибрежно-рядному типу поселения. Все ее дома обращены фасадами к озеру. Жилые постройки Ямки разнообразны. Здесь представлены все характерные для Зоонежья типы домов И кошели, и брусы, и глаголи. Особенность такого рода домов, типичная для русского севера, Заключается в том, что в них под одной крышей Соединяются жилые и хозяйственные помещения Хлева, кладовые, сеновал. Архитектурный тип дома-комплекса Окончательно сформировался к 17-18 векам. Решающее влияние на его становление Оказали тяжелые природно-климатические условия севера. Суровая зима со снежными заносами и пронизывающими ветрами Частые вьюги вынуждали людей подолгу отсиживаться в домах По несколько дней не выходя на улицу. Отсюда естественное желание обитателей дома Все держать под рукой, а главное иметь возможность Ежедневно кормить скотину, доить коров, Справлять хозяйственные первоочъедные дела. Первым архитектурным памятником музея Среди крестьянских домов стал перевезенный в 1951 году Из одноименной деревни Ошевнево Дом Ошевневых, сооруженный более сотни лет назад В 1876 году. С него и начинается кишская коллекция Памятников народного сотчества. Объем крестьянского дома был обусловлен не размахом и достатком Хозяев, а насущной жизненной необходимостью. Ведь в старину в таких постройках Жили огромными патриархальными семьями По 20-30 человек От прадедов до правнуков Все вместе Дом был настоящей крепостью Сдерживающей натиск непогоды Социальный буревоин О плотном существовании Традиционной для зоонежья Деталью оформления домов Является гульбище Протяженный балкон галереи Опоясывающий со всех сторон Жилую часть дома Гульбище изначально предназначалось Для закрытия оконных ставен снаружи Но к 19 веку Ставни уже сами превратились в декорацию А на некоторых домах и совсем исчезли Однако на фасадах крестьянских домов Оно сохранилось Дом без гульбища Что мужик без бороды Говорили в зоонежье Небольшие уютные балкончики Располагающиеся на фронтонных завершениях стен Тоже традиционные Традиционные резные причелины Обрамляющие фронтонные свесы кровли Причелина украшает чело дома Причеле его фасад Как правило Причелина покрыта многослойной резьбой В которой переплетаются Разнообразные геометрические орнаменты Эти резные доски Помимо декоративной Несли на себе и рабочие функции Не позволяя дождевым струям Проникнуть внутрь постройки Особо декоративны Концы причелин Полотенца и ветреницы Резные досочки Свисающие с конца кровли Они выполнены в технике пропельной резьбы Что придает им ажурность и легкость Орнаменты полотенец и ветрениц Сведены к простейшим геометрическим фигурам Господствует мотив круга В который вписан крест с прямыми Или С-образными перекладинами Каждому из этих простейших мотивов Более тысячи лет А восходят они к солярным знакам Символам солнца Языческим мотивом Традиционно воссоздаваемым На полотенцах нового крестьянского дома Амбарах, ригах И даже на часовнях и церквах В сознании зоонежского крестьянина Язычество и христианство Мирно уживались Рядом с крестьянскими домами Ставили амбары На берегу реки или озера Бани, за околицы Риги, кузницы и мельницы Практичность и целесообразность Хозяйственных построек Сочетается со стройными пропорциями И скромными декоративными оформлениями Ежегодно в музей поступает до 600 экспонатов Эти предметы становятся частью Общегосударственного музейного фонда И подлежат тщательному и бережному хранению Чем и занимаются в Кижском музее Хранители и реставраторы Рано или поздно Все предметы, хранящиеся в музейных фондах Стареют и ветшают И приходит пора Когда требуется вмешательство реставратора Для того, чтобы предотвратить Разрушение предмета А при необходимости Восстановить его первоначальный облик Чудо воскрешения Вещи Совершает реставратор В музее Кижи Работа ведется по трем направлениям Реставрация произведений древнерусской живописи Реставрация предметов из дерева Реставрация предметов из металла Каждое произведение искусства Каждый предмет Реставрируется долгие месяцы, а то и годы Реставратор лечит предмет Продлевает его жизнь Раскрывает его для людей Земли Зоонежской Эллады Земли Зоонежской Эллады, где издревле совершались Языческие обряды В переводе с карельского Кижат означает Игрище В 12 веке Перешли в состав Новгородской феодальной республики А в 15-м После падения Великого Новгорода Были отписаны на государя Предприимчивые новгородцы Обустроили Карелию погостами да посадами Только знаменитой посаднице Марфи Борецкой Принадлежало более 700 деревень Из них 29 в Кижском погосте В Зоонежских погостах Большинство деревень состояло из одного-двух дворов Самый нарядный фасад Зоонежского дома Всегда смотрел на озеро Единственную транспортную магистраль Соединяющую с большим миром Летом на лодках-кижанках Зимой на санях Подъезжали к дому люди Каждому хозяину Хотелось покрасоваться Поразить путников или гостей Нарядностью своего дома Поэтому Зоонежские деревни Особенно хороши с воды Они радушно приглашают Подняться на высокое крыльцо И войти в дом Через низкие темные Нижние сельмы Сене предохраняет жилье От проникновения холодного воздуха А кроме того Является небольшой кладовой Отсюда же из сеней Разные двери ведут в хлева В нижнюю жилую избу И в подклет хранилище для продуктов На севере не делают погребов Земля за зиму настолько промерзает Что и летом в подклете с земляным полом Достаточно холодно Крутая узкая лестница Ведет на второй этаж В верхние сени Летом многочисленные члены семьи Расходились на ночевку по всему дому Зимой экономия дрова Топили только в одном помещении Здесь спала вся семья В верхние сени Использовались как своеобразная Морозильная камера Суда днем для дезинфекции Выносили вымораживать Постельные принадлежности Изба в которой ночевала семья Была невелика Значительную часть ее площади Занимала русская печь В зоонежских домах Она почти всегда слева от входа Печь святая святых дома Без нее существование В северном жилище невозможно Огонь давал свет и тепло На нем готовили пищу Разогретая печь служила постелью Для стариков и малышей На ней сушили одежду В теплом устье протопленной печи Мыли младенцев Там же за заслонкой Томили и топили масло и молоко А один из продыхов печи Соединялся трубой с самоваром В котором разгорались угли Согревавшие воду Трудно перечислить все обязанности Русской печи Она была центром Сердцем дома Вокруг нее Как в старину вокруг очага Объединялись люди Обстановка избы очень проста Главная ее черта Традиционность Хозяева Независимо от своего достатка Придерживались правил Сформировавшихся за много поколений до них Вот почему заонежские избы В общих чертах Все на одно лицо Песня Молодец До Сулевана Молодец До хлеба Кошати Марья Душа До хлеба Кошати До хлеба Нам надояне Есть Пришла Его Совсем иначе Выглядел крестьянский дом В празднике На святки Масленицу Пасху В это время В доме всегда бывали гости Их принято было принимать Не в избе А в парадном помещении Горницы Горницу Обставляли гораздо наряднее Чем избу Стараясь продемонстрировать Свой достаток Обстановка горницы Подчинялась традициям Не в такой степени Как обстановка избы Здесь выражались Собственные вкусы И пристрастия Хозяев Выйдем из избы И через верхние сени Перейдем на сарай В хозяйственную часть дома Здесь хранилось сено В сарае В разные периоды года Проводились разнообразные Хозяйственные работы Мололи зерно Гнули полозы Для саней Перематывали И сновали нити Для ткацкого станка Чинили орудия труда В сарае Хранили Сохи Бороны Косы Одной из важных построек Крестьянской усадьбы Был амбар В амбарах Хранили зерно Строго охраняли его Из окошек Соседнего дома Ведь при пожаре амбара Пропадал результат Годовой работы Всей семьи Утрата амбара Грозила голодной смертью Поэтому амбары Ставили На безопасном расстоянии От дома Чтобы в случае пожара В доме Огонь не перекинулся На амбар Ставить амбар Далеко от дома Тоже опасались Боялись Грабителей Из тех же соображений На амбары Навешивали Большие замки Амбарные А вот двери домов В северных деревнях Никогда не запирались Непременная частью Крестьянской усадьбы Была банька Традиционно Деревенские бани Ставили у воды Во избежание пожара И для удобства Переноски воды Русские бани Известны еще Со времен Киевской Руси Десятки тысяч туристов Посещает в течение лета Остров Кижи Особенно пристальное Внимание отдыхающих Вызывает действующий храм Покрова Пресвятой Богородицы На фоне золотистых бревенчатых стен Покровской церкви Мерцают теплые Неяркие краски Северных икон Экспонируемое произведение Принято причислять К северным письмам Особому виду Древнерусской живописи Сложившемуся На Русском Севере Древнейшими Являются иконы из церкви Воскрешения Лазаря Муромнского монастыря Шесть икон из Доисусного чина И царские врата Все произведения Относятся ко второй половине XVI века И несут на себе Сильный отпечаток Влияния Новгородской Иконописной манеры Древнейшими Среди икон Покровской церкви Являются Две небольшие композиции Преображения И Покрова Относящиеся Ко второй половине XVII века Обе иконы Попали сюда Из Преображенского собора А по преданию Были вынесены Из сгоревшей В 1693 году Церкви предшественницы Покров и преображение Обычно называют Классическими памятниками Северной живописи В Покровской церкви Нашла свое пристанище Большая часть Из ста двух икон Составляющих Убранство Преображенской церкви Типичным Для деревянных церквей XVIII века Является Тябловый иконостас В ходе реконструкции Иконостаса Тябла были расписаны В 50-е годы Нашего века Художником Коненковым Иконостас Представляет собой Четыре ряда икон Расположенных По строжайшим Правилам Церковного канона Верхний ряд Пророческий Изображает Лики библейских Пророков В руках которых Свитки с прорицаниями Второй сверху Диисусный С изображением Христа Спасителя По центру Третий ряд Праздничный Повествующий О житиях Иисуса Христа И Богоматери И наконец Четвертый Местный ряд Посвящен Местночтимым Святым И праздникам Целый мир Раскрывается В иконе Северного письма Впрочем Так можно сказать О каждой иконе Где отразились Интеллект И духовность Неизвестных нам Северных живописцев В настоящее время Приход Покровской церкви Благодатен Как и встал Время от времени Первозданная тишина Онежского озера Оглашается глубоким вздохом Церковного колокола Рассыпается Мелкими Брызгами Радужного Колокольчика Церковные Колокола Привезены На киже Из разных мест Карелии Они созданы Разными мастерами По всей стране И в разное время Различны По форме И размеру Составу сплавов Но здесь Собраны В гармонии Величия И благодати У каждого колокола Свой голос Двух Одинаковых Не может быть Неисповедимы Пути Господни Но благодать Его Видна каждому Русские поэты Ближе всех Пророкам Через них Мы познаем Красоту Родной земли Час Настал Зерно Упало Запахом земли Пропахло Не сопрело Не пропало И И вздыхая Тяжело Продиралась Сквозь каменья Говорила Я Сумею Повторяла Я Сумею И Сумела И взошло Не березкой Кособокой Не цветочком Беззаботным А взошло оно Собором Возле медленной воды Он стоял Режкой К К Облакам Вздымаясь Круто Упала Светились Кругло Будто Спелые плоды Был Легендой Он и благом Так стоял Как будто Плавал Так звенел Как будто Плакал Словно Плакала душа Он Покачивался Плавно Многостенно Многоглавно Ширь Налево И направо Щуки Плещутся В тиши Он Стоял Слезу Роняя Мир Собою Заполняя В землю Уходя Корнями Так И Выросли Киши